23 октября в жилом доме в Рязани взорвался бытовой газ, погибло 7 человек. Взрывы газа у нас это уже какая-то страшная норма, они происходят регулярно. Непосредственная причина чаще всего безответственность самих жильцов, не соблюдают технологические правила, особенно с газовыми баллонами, врезаются в трубопроводы. Но проблема шире. Это плачевное состояние жилищно-коммунального хозяйства во многих российских городах. У этого много причин. Здесь один узел не разрубишь. Вот, скажем, так называемые мупы, муниципальные и унитарные предприятия. Это очень важное звено в системе. Например, поставляют тепло в жилые дома и собирают за это тепло деньги. Нередко производитель тепла все причитающиеся ему деньги не получает. Часть выручки уводится налево. Муп доводится до банкротства, а вместо него регистрируются новые мупы. Поехали по новому кругу. Иногда бывает и сговор бизнеса с местными чиновниками. Общая задолженность в ЖКХ достигла одного триллиона рублей. Причем задолженность населения в этой сумме относительно невелика. В основном это результат действия мутных финансовых схем. Как закрыть эти финансовые дыры? Первое, что приходит в голову, поднять тарифы. Но почему потребители, население должны оплачивать неэффективность системы, чьи-то грехи? Надо сначала отделить объективные потребности в финансировании от корыстных интересов участников этого, так сказать, бизнеса. Все должно быть прозрачным и понятно. Нам нужна глубокая модернизация коммунального хозяйства России. Надо сделать его современным, передовым, экономичным. Чтобы меньше потреблять тепла, топлива, воды. Тогда и платить нам меньше придется. Тогда и взрывов не будет в жилых домах. Взрыв был в соседней квартире, от которой вообще почти ничего не осталось. Этот момент видно на кадрах с камеры видеонаблюдения. Трагический итог. Семеро погибших и 13 раненых. А еще страх, который нескоро забудут те, кто пережил эту ночь. Сквозь сон я услышала громкий хлопок. И как-то на подсознание я вскочила на ноги. И уже вот эта вот строительная пыль, вот эта гарь. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Наталья родила через день после взрыва. Врачи говорят, малыш абсолютно здоров. Молодая мама свое спасение называет настоящим чудом. Более силы есть, ради кого жить. Значит, кто-то сверху решил, что мы еще нужны здесь. Случай помог остаться в живых и Татьяне вместе с двумя детьми. Взрыв прогремел именно в ее квартире. Накануне женщина поругалась с мужем и ушла ночевать к свекрови. Не в первый раз такое уже бывало. Но теперь не до обид злиться на погибшего мужа просто нелепо. Я на человека, он бестолковый, да. И теперь я думаю, что он вот нас спас таким образом. Причина взрыва, говорят следователи, утечка газа из-за неправильной установки счетчика. Газовое оборудование стояло в кухне, то есть вот здесь помещение кухни, вот вдоль той стены. Ни кухни, ни даже стены не осталось. Детали того самого счетчика нашли внизу под завалами. Выводы пока предварительные. Гайка на выходе газового счетчика, она была отвернута, то есть соединение было разомкнуто. В результате осмотра этого соединения с помощью криминалистической техники каких-либо следов, которые бы свидетельствовали о том, что это соединение было разомкнуто в результате воздействия взрыва, не обнаружено. То есть гайка была откручена до взрыва, почему, пока неизвестно. Известно лишь, что в квартире устанавливали АГВ, аппарат газовый водонагревательный. Но подключить не успели. Такие же нагреватели стоят во многих квартирах дома номер 14. Ставили вынужденно. Частная котельная, по словам жильцов, тепло поставляла с перебоями. У людей возникли проблемы с поступлением тепловой энергии, потому что собственник самостоятельно, когда хотел, тогда и открывал газ для потребления тепла и закрывал. Отопительный сезон в итоге задерживался, а без горячей воды здесь просидели все лето. Жильцы обвиняют собственника котельной, а он, в свою очередь, чиновников из региональной энергетической комиссии. Это она должна была установить тариф, который бы устроил всех. Фактически весь город, администрация города и жители ТСЖ все ждали, пока будет установлен этот тариф. В соответствии с действующим законодательством, тариф должен был установлен быть в течение 30 дней. Но тариф, к сожалению, не устанавливали до конца сентября. Уведавление в тех... Чем именно это? Ну, просто ГУРЭК не взял и не установил кто-то. В итоге установленный, наконец, тариф собственника котельной не устроил. Пришлось бы работать в убыток. Решение появилось только к началу октября. Дом вместе с котельной взяла на обслуживание другая организация. Почему все это время люди не получали то, за что исправно платили, теперь будут разбираться в Минстрое. Вопросы к местным чиновникам уже накопились. Я вам скажу откровенно, что, конечно, то, что в момент споров за правильность или неправильность тарифа, в момент споров, кому должна отойти эта котельная, в обслуживание люди сидели без горячей воды, моя предварительная позиция заключается в том, что, конечно, должных мер, оперативных мер местными властями предпринято не было. И поэтому вот эта ситуация, ситуация, когда люди вынуждены были искать тот или иной способ обогрева, она, конечно, недопустима. Как теперь выясняется, еще и смертельно опасно. А истории, когда замерзающие люди остаются с проблемой один на один, в стране немало. Жильцам этого дома в Иркутске обещали серьезную экономию на оплате коммуналки с помощью уникального энергосберегающего оборудования. Первое время все и правда было неплохо, но потом что-то сломалось, а чинить оказалось некому. Теперь дома ходят в шапках, а обогреватели не выключают. Ну как обещали, что энергосберегающий сам себя, как говорится, отапливает независимо. А фактически получается, что живем в холодном доме. Мерзнут и в Твери старший сын Татьяны уроки делает, закутавшись в одеяло. Мама согревает горячим чаем. Спят здесь тоже не раздеваясь. Мы обещали 2 октября нам дать отопление, до сих пор вот нету. Чем спасаетесь? Газовую плиту включаем, обогреватель включаем. В большой комнате как бы еще более-менее тепло, а в маленькой и в детской там вообще просто морозилки. Полгорода в раскопках коммунальщиков. К отопительному сезону ремонт закончить не успели. Так Ткарская область попала в список отстающих. Таких регионов меньше, чем предыдущие годы. Это всего 3 региона. Чукотский автономный область, Камчатский край и Тверская область. Какая-то ерунда. Вы взбодрите как следует, это все-таки Тверская область, а не Камчатка и не Чукотка. Там понятные сложности, огромные территории, удаленность от центра и так далее. Тарифы высокие там в ряде случаев. А Тверская область, считай, как московская. Да, но там возбуждено целый ряд уголовных дел с мошенническими действиями вот этой Тверской генерации. Некоторые люди находятся в международном розыске, скрываются и так далее. Эти имущественные споры продолжают. Они в международном розыске, а тепла все равно нет. Компания с громким названием «Тверская генерация» должна поставщикам больше 15 миллиардов рублей. Руководство скрывается, а проблема досталась в наследство новому губернатору. Мы понимаем, что и денег нет, и улицы все раскопаны, и вообще кто эти люди, которым доверили управление городскими коммуникациями. Власти Тверской области, впрочем, обещали, без тепла никто не останется. И постепенно батареи в городе действительно нагреваются. Другое дело, что таких примеров с недобросовестными коммунальщиками хоть отбавляй. В первую очередь, уверены в Минстрое, проблема в старой системе муниципальных предприятий. Самыми неэффективными коммунальными структурами в нашей стране являются муниципальные унитарные предприятия. Почему? Потому что нет никакой долгосрочной мотивации для того, чтобы делать эту систему эффективной. Для того, чтобы менять трубы на новые, а не на бэушные по цене новых. Все дело в том, что руководители этих муниципальных предприятий, сокращенно мупов, назначают как раз главы городов и поселков. Нередко друзей или родственников. А значит, и спрашивать с них как-то не с руки. В Минстрое говорят, что придумали эффективный способ борьбы с этим многолетним злом. Создав концессии, частное государственное партнерство, в обмен на инвестиции и качественные услуги, бизнес получает гарантированные тарифы на несколько лет вперед. Мы говорим, слушайте, хватит воровать, хватит вокруг мупов, не мупов, выстраивать кучу посредников. Зарабатывайте легально, но обеспечивая качество услуг. И вот благодаря этим правилам, этому законодательству, оно только начало работать. У нас в прошлом году, в 2015 году, 183 миллиарда рублей инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. Вот эти все трубы, котельные, водоканалы, которые находятся в очень непростом состоянии. В результате снижается аварийность, но молниеносного эффекта, по словам экспертов, ждать не стоит. На все нужно время, ведь система ЖКХ построена еще в советские времена, и много лет в модернизацию никто не вкладывался. Мы все каждый раз говорим, у нас 80% износа. Вот постоянно у нас 80% износа. Что ж, мы вообще ничего не ремонтируем? А куда же тогда девается день, который я плачу на то, чтобы вы развивали свои сети и свои предприятия? Вопрос может многим показаться риторическим, особенно тем, кто замерзал в своих квартирах, просто потому, что деньги на ремонт трупов и котельных собственники переправили куда-нибудь на Кипр. Такие случаи в истории российского ЖКХ тоже бывали. В середине недели жителям Рязанского дома разрешили вернуться и забрать вещи. В уцелевших подъездах по решению МЧС можно жить. Собственникам разрушенных квартир обещали новые. А на вопрос, почему эти люди вынуждены были помогать себе сами, теперь ищут ответ многочисленные комиссии. Эксперты же предупреждают, устанавливать любое газовое оборудование самостоятельно очень опасно. И это вполне очевидно. Непонятно только, что делать, когда других вариантов просто нет. Кирилл Бранин, Евгений Маруськин, Денис Демешин, Дарья Смирнова, Юрий Шолмов, Павел Моисеев и Андрей Масков. Воскресное время, Первый канал.